Добрый день! Сегодня я хотел с вами обсудить такой важный вопрос, как экономия топлива, экономия бензина при езде на автомобиле. Здесь общая рекомендация, что нужно как можно быстрее разгоняться на 3-4 тысячах оборотов до максимальной передачи. А когда находитесь на максимальной передаче, ехать нужно примерно на 2-2,5 тысячах оборотов. За счет чего тратится бензин? Он тратится на преодоление сопротивления трения качения и сопротивления воздуха. При этом трение качения пропорционально скорости, а сопротивление воздуха более резко возрастает. То есть, грубо говоря, поэкспоненциально возрастает. И следующий важный момент. А как же у вас меняется мощность двигателя? Она, как правило, с ростом числа оборотов возрастает, а потом начинает падать. Например, у меня на OpelCourse, и это вы можете посмотреть для своей машины в руководстве по эксплуатации, в документации по своей машине, либо в интернете, что максимальный крутящий момент, максимальное КПД двигателя достигается при 4 тысячах. А максимальная мощность достигается при 6200 оборотов. То есть, после 4 тысяч КПД падает, и до 4 тысяч КПД двигателя падает. Таким образом, мы видим, что суммарные затраты, они складываются из повышения. С одной стороны, растет у нас КПД двигателя до 4 тысяч, но тут же параллельно растут расходы на сопротивление воздуху. И вот эта вот, такая вот, скажем так, сейчас я постараюсь нарисовать, такая вот кривая КПД двигателя, и такая экспоненциальная кривая для сопротивления воздуха, в совокупности нужно найти минимум этих кривых. И вот, можно лучше все это делать экспериментально, ну, например, на каком-нибудь прямолинейном участке дороги, засекая и так далее. Ну, в общем, практика показывает где-то 2500 оборотов. Две, две с половиной. Ну, на это, естественно, влияет множество факторов, насколько загружена машина и так далее. Вот, поэтому, ну, и даже в рамках этого диапазона примерно более-менее уже с точки зрения даже погрешности практически одинаковые результаты, поэтому при прочих рамках можно, наверное, побыстрее ехать, чтобы также учитывать, что время это тоже деньги. Вот, спасибо большое за внимание. Продолжение следует...